шеломиряне привет народ с вами снова Женя из Израиля надеюсь проблему с автофокусом я решил поскольку камера у меня хорошая но автофокус гонит но дело не в этом я постарел что проблема всех этих камер но неважно суть не об этом сегодня я хотел с вами поговорить о бариатрии давно с вами не общался на эту тему через несколько дней будет четыре месяца после моей повторной бариатрической операции для тех кто не знает или не помнит повторюсь я сделал примерно восемь лет тому назад операцию гастрик слив резекцию желудка при весе примерно 170 примерно килограмм нам даже было чуть больше но это не суть спустился за примерно год с небольшим кусочком до полтора года скажем так на вес 92 килограмма 94-92 примерно так и после этого стал немножко подниматься весе но это нормально всегда когда скидываешь потом обратно идет некая часть веса но это не проблема и у меня появились другие проблемы более серьезные как грыжа желудка и рефлюкс с годами это все ухудшалось ухудшалась ухудшалась и мне пришлось четыре месяца назад сделать повторную бариатрическую операцию я сделал шунтирование на английском гастрик байпас есть несколько видов байпасов этих именно шунтов я сделал классическое обычное шунтирование плюс починили грыжу и рефлюкс теперь я хотел бы рассказать вам о проблемах с которым я столкнулся с которыми сталкивается очень много бариатриков особенно те кто делали шунтирование кто делали слив этих скажем так проблем обычно не бывает или их очень мало это взяли шунтирование их много не то что много я вам объясню хочу никакой случай пугать нет скажу так что конкретно было у меня это чтобы есть очень многих моих друзей это две вещи что нас очень сильно беспокоит это то что нам холодно причем холодно зверски это раз а два это жуткое ужасное выпадение волос теперь все рекомендации которые я вам даю в этом видео подвигаю по я вас прошу подвергать их сомнению вплоть до того чтобы идти к вашему врачу и уточнить него праве или нет стоит вам это делать или нет потому что у каждого есть свои способы своими методы то что прошел я это лично мой опыт и не надо меня брать как вы как некий эталон я просто рассказываю свой способ и то что вы делаете вы делаете на свой страх и риск все что я вам рассказывают конкретный опыт я не врач я не доктор я не медики не имею право давать медицинские советы я просто рассказываю свой опыт что делаю я вы уже решаете где повторять это это или не повторять но я очень сильно рекомендую вам посетить вашего лечащего врача диетолога бариатрического непростого именно бариатрического диетолога для того чтобы понять все-таки вам это нужно или не нужно значит я стал замечать после операции что у меня стали очень сильно выпадать волосы когда это заметил после операции месяц полтора-два я не сильно это обращал внимание где-то примерно почти с месяц тому назад даже меньше нужно было идти на одну встречу я навел марафет как говорится сделал себе прическу поставил гель для волос джель стал рукой рукой укладывать волосы и посмотрю на руку блин мне вся рука в волосах немножко страшновато было в первый раз но для мужчин от проблема менее важно как бы ну скажем это второстепенно для женщин это более большая проблема потому что волос становится в разы меньше теперь это решаемая проблема я сейчас расскажу об ее решениях значит я не сам дошел до этого решения да я пошел к врачам мне пошел именно к диетологу бариатрическому потому что в израиле по крайней мере простой диетолог просто не имеет права воспринимать если вы сделали эту любую из бариатрических операций только бариатрический диетолог никакой не другой я даже нечаянно как-то по незнанию тоже записался к простому диетологу пришел общаемся с ней на ой стой ты сделал операцию города ой я не могу тебе ничего рассказывать не буду давать некий света мне просто запрещено хорошо проблем нет просто объясни почему чтобы я знал на горы смотри мне достаточно квалифицированы давать советы и медицинские света для бариатриков хорошо ладно заказал очередь к своему обычному бариатрическому врачу и знаешь диетологу и на говорит смотри естественно нужно сделать анализы которые я сделал вот анализы для витаминов но как правило как правило есть 22 витамина которые на я скажу даже не два а три витамина которые нужно добавить в свой рацион и не просто давайте добавить что было больше потому что когда мы пьем мульти витамины эти витамины как правило там присутствует а это железо это сейчас даже прочитаю вас к что-то не стали я бы сейчас я вам покажу что это кальций и магнезий что вы скажу дорогие мои я это услышал я это понял я скоро покажу конкретно чем пользуюсь я да хорошо теперь каждый бариатрик туалет операцию он получает некий список витаминов которые должен принимать значит те кто сделали gastric слив на обычно что их просят это пить мульти витамины кого один раз в день кого два раза в день то кто те кто сделал шунтирование причем любое шунтирование должен пить гораздо больше витаминов я сейчас не буду углубляться какие конкретно нужны я хочу просто сказать объяснить как решить проблему с холодом и выпадением волос значит поводу холода до конца и и сразу решить не получится до конца будет можно сделать некое улучшение в самочувствии то что вам будет теплее и что нужно делать значит я стал принимать и витамины что не посоветовал бы мой бариатрический диетолог и да мне стало легче волосы стали выпадать гораздо меньше еще раз я когда причем видно рукой вожу после душа я вижу что есть волосы но нет вот у меня просто вся рука была волосатая вот а сейчас я этого не вижу вижу там пару волос есть но это меньше теперь теперь пришло время все-таки раскрыть карты да какие витамины пользуюсь я под этим видео будет описание я беру витамины исключительно в сайте iherb сайтов много очень много по этим делам у нас в израиле допустим дам пример конкретно вот эта фирма солгар она у нас есть она у нас дорогая вот не то что мне проблема купить просто я не люблю платить лишние деньги и в сайте iherb даже эта же фирма есть и стоит гораздо дешевле значит вот это конкретно железо 25 миллиграмм я им пользуюсь ссылка будет в описании теперь мультивитамины которые я принес к бариатрическому диетологу несколько типов мультивитамин я про нас израильский который у нас продается обычно которую реально стоит дорогие принес ей вот эту вот коробочку и вот эту вот коробочку это одна и та же фирма 21 век довольно известная на рынке значит майдита сказала что эти витамины неплохие но эти лучше мне больше компонентов и просто гораздо гораздо больше чем надо скажу так не то что больше чем надо просто мариатрика нужно пить эти витамины если вы не выпейте немножко больше ничего страшного не будет и тут концентрация более или менее она лучше концентрация здесь их немножко больше витамины класса а е д к цинк есть куча 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 всего и теперь кроме этого я принимал и одни я даже не принимал кальций туда-сюда и вот я нашел вот эту вот штучку фирма этих витамин тоже 21 век с центру и твань твань что интересно в этой в этой маленькой коробочке в этой коробочке присутствует витамин д то что нужно вариатрика тут присутствует кальций и тут присутствуют магний и цинк цинк ну цинк хуже не будет но именно кальций и магнезиум а вот это магнезиум и железо они конкретно нам должны решить проблему с тем что нам холодно и решить проблему с выпадением волос да это не произойдет сразу не это не произойдет в ту же секунду когда вы начали их принимать есть некий процесс и должно пройти некоторое время теперь эти витамины мы и так должны брать по любому по любому кому-то больше кому-то меньше и обязательно эти витамины нужно пить теперь как правильно как правильно делать проверку крови перед тем что ты провели как вообще готовится перед проверкой на витамины и я не знаю я не так понял что в германии допустим с этим проблема там очень плохо медики объясняют еще раз можете меня поправить но я связан с у меня есть много подписчиков из германии не рассказали конкретно в германии что происходит и на украине тоже в россии в россии врос моей точки зрения чуть получше отношение да к бариатрикам чем в тоже сайт германии хотя казалось бы ночью раз это лично мое мнение можете его опровергнуть если у вас есть какая другая информация буду только рад лет как правильно готовить себя перед походом на сдачу крови для витаминов в неких случаях я скажу так нужно как минимум три дня перед проверкой крови перестать принимать все витамины абсолютно все чтобы результат был правильный это три дня это минимум я бы вам посоветовал дней 5 без витаминов ничего страшного не будет максимум что вас будет это некая усталость такая некая недомогание но это временно потому что после проверки крови сразу можно принять витамины все будет хорошо потому что если вы не будете если если вы будете брать витамины пойдете сдавать кровь то вас покажет у вас все супер все классно нужно понять сколько реально витаминов в организме есть почему потому что когда ты делаешь шунтирование а я надеюсь ты тот кто прошел шунтировали хочет пройти должен понимать что всасываемость организма наша совершенно другая на гораздо меньше на почему я вообще говорю про что нам нет смысла бариатриком кто сделали шунтирование подсчитывать калорий про это будет с еще одно очередное видео которое будет скорее всего следующая при котором я расскажу почему бариатриком кто сделал шунтирование нет тупо нет смысла подсчитывать калорий вот я в этом видео рассказал о проблемах которые могут возникнуть которые возникли конкретно у меня после данные бариатрической операции шунтирование желудка если это видео интересно вам можете поделиться с вашими друзьями близкими поставить лайк дизлайк подписаться на меня решаете вы с вами был евгений пугач шелом и ряды до новых встреч пока